Неожиданные заявления двух сотрудниц лаборатории детской клинической больницы Шимкента вызвали скандал. Они утверждают, что несколько лет горожанам выдавались ложные результаты общих анализов. Кровь мочу и кал пациентов, которые на платной основе направляли в лабораторию, якобы не исследовали должным образом. Результаты анализов искажали. «С поликлиниками наша больница заключила договор на исследование анализов. К нам поступали анализы беременных женщин и на платной основе. Однако они не исследовались. В единичных случаях работа проводилась, но это всего два-три случая. И то, когда мы выражали недовольство. В остальном результаты выписывали от руки. Они все ложные». По рассказам Гульнары Сарсенбаевой, в лабораторных исследованиях также использовались просроченные так называемые питательные среды. Говорит, что их подделка влияла на искаженность результатов анализов пациентов. В доказательство предоставила видео, которое она сняла сама. На кадрах видно, как сотрудницы замачивают в тазике пластиковые баночки с субстратами. Потом они отдирают старую этикетку с них и клеят другую уже с новым сроком годности. «Из-за того, что они просроченные, анализы выдаются неточные. А ведь с помощью них мы определяем, какие антибиотики более эффективны для детей». Рассказали женщины и о фактах кражи хостоваров из лаборатории. К слову, все эти незаконные действия якобы поручала выполнять врач-бактериолог, а помогали ей лаборанты и санитарки. Кто-то делал это якобы добровольно, а не желающих участвовать просто принуждали. Сотрудницы говорят, что хотели пожаловаться главврачу больницы, но почему-то не стали этого делать. Говорят, им бы все равно не поверили. «О нас говорили только плохое. Поэтому нас главврачу не запускали. Сколько бы ни старались, нам все равно не поверили. А Широва Гуржахар Юлдашина нас всегда выставляла перед начальством плохими». О скандале в итоге узнали в управлении здравоохранения. Там сразу же назначили служебную проверку. Уже есть предварительные итоги, которые указывают на провокацию, считает глава горздрава Асхан Байдувалиев. «Я затем созвонился, узнал, что же все-таки за баночки. Я говорю, проверьте регистрационный номер и были ли они вообще в принципе у нас зарегистрированы, как поступивший товар. Наши, оказывается, вчера еще с комиссией, когда начали работать, этого товара не зарегистрированы. То есть эти баночки извне принесли. То есть предварительно я могу сказать, что это провокация». Байдувалиев также считает, что эту ситуацию раскачивают третьи лица. Но кто конкретно, ему пока неизвестно. Чтобы детально во всем разобраться, глава горздрава подключил полицию и прокуратуру. После расследования чиновник обещал наказать виновных по всей строгости.